Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Оптимизация расходов и новые стимулы для экономики. В Рео губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в работе заседания Совета ПФО. В Волгаре откроется еще один детский сад. До конца года его обещают сдать в эксплуатацию. Более сотни работ художника с мировым именем. Портреты звезд в пейзаже. В музее Алабина открылась выставка Никаса Сафронова. В Рео губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в работе заседания Совета ПФО. Его проведет сегодня в Пензе полномочный представитель президента Михаил Бабич. Участники Совета округа обсудят, как можно простимулировать рост экономики регионов ПФО, направленных на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличить налоговый потенциал и оптимизировать бюджетные расходы. В мероприятии, помимо глав регионов Поволжья, примут участие представители Федерального собрания Российской Федерации, руководители окружных территориальных органов федеральных структур и общественных организаций. Еще один детский сад практически готов принять воспитанников. В дошкольном учреждении в микрорайоне Волгарь до конца года будет завершена отделка, объект обещают сдать в эксплуатацию. Детские сады и школы-поликлиники вместе с жилыми кварталами. Это принцип комплексного освоения территории. Олег Зверев оценил достоинства современного подхода. Объект высокой степени готовности. Детский сад на 240 мест до конца года примет первых воспитанников. На подходе еще один точно такой же. Учреждение строится по госпрограмме. Идея такова. Чем больше в регионе строится жилья, тем больше он получает федеральных денег на социальные объекты. Самарская область – один из лидеров жилищного строительства. В микрорайоне Волгарь в этом году будет задано больше 100 тысяч квадратных метров. Это специальная программа государства. Где мы в свое время тоже участвуем и до сих пор участвуем. Это комплексное освоение территории. У нас тоже это комплексное. То есть все. И детские сады, и поликлиника. Комплексное освоение территории – современные направления в жилищном строительстве. Новоселам не надо искать, куда отвезти ребенка в школу или детский сад. Их строят вместе с квартирами. Одновременно решается вопрос благоустройства. Благоустройство – одна из составляющих комфорта. Газоны в Волгаре поддерживаются в идеальном состоянии. Этот двор называется Еловым. Здесь в основном деревья хвойных пород. Рядом строятся каштановый и сиреневый. Еще одно достоинство комплексной застройки – добросовестное управление кварталом. И, соответственно, невысокая квартплата. Жители знают, за что платят и как расходуются деньги. Со своей стороны жилкомхоз делает все для удешевления ресурсов. Во всех тепловых узлах идет автоматика на отопление, на горячую воду. Горячая вода приготовляется в тепловых узлах. То есть нагревается она там. Все это заавтоматизировано. То есть теплее на улице, немножко отопление поменьше, чтобы поменьше можно было платить. Проект «Волгарь» рассчитан до 2025 года. В итоге здесь планируется разместить 60 тысяч человек. То есть по численности населения небольшого уездного города. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Самарским полицейским пришлось применить силу для задержания угонщика фургона. Ночью инспекторы ДПС, дежурившие на южном шоссе, обратили внимание на фургон, который при виде силовиков резко прибавил скорость и не остановился по требованию сотрудника ГИБДД. Останавливайся, сказал! Право прижимайся! На патрульном автомобиле полицейские догнали беглеца, заблокировали его машину и задержали. Для того, чтобы усмирить нарушителей, им пришлось применить силу. Оказалось, что за рулем фургона находился 19-летний молодой человек. Он угнал авто с улицы Революционной. Машина принадлежит фирме, в которой он работал грузчиком. Возбуждено уголовное дело. Что делать при газовой атаке и как спастись при наводнении? Специалисты по гражданской обороне провели открытый урок для самарских школьников. Ученикам рассказали о средствах индивидуальной защиты на случай ЧП. Показали, как надевать противогаз, напомнили, какие медикаменты должны быть в аптечке. Также школьников познакомили с работой спасателей. Такие встречи эксперты по гражданской защите проводят каждый год для всех слоев населения. Разъяснить, какие мероприятия осуществляют организации, какие полномочия, права есть у граждан, что они должны выполнять. Напомнить им, какие вопросы должны осуществляться в рамках защиты населения, как действовать в сложившейся ситуации. Далее коротко о других событиях дня. Водитель грузовика, сбивший дорожного рабочего под Тольятти, был лишен прав. Стали известны подробности аварии, которая произошла в Ставропольском районе. 26-летний водитель грузовика «Вольво-ФМ», житель Саратовской области, двигался по трассе М5 «Урал» со стороны Самары в сторону Тольятти. По версии полицейских, он проявил невнимательность, врезался в газель и снес металлические ограждения. Пострадал дорожный рабочий, его доставили в реанимацию больницы Середовина. В Самаре 58-летнему врачу-анестезиологу частной клиники предъявили обвинение в изнасиловании пациентки. Напомним, инцидент произошел 2 августа. Девушка пришла в клинику, чтобы сделать операцию по коррекции груди. По версии следствия, врач, воспользовавшись беспомощным положением пациентки, которая была под общим наркозом, изнасиловал ее. Сейчас Черников находится под домашним арестом. Свои вины он не отрицает, а произошедшее объясняет сиюминутным порывом, инстинктом, с которым не смог справиться. По уголовному делу продолжаются экспертизы. Жители Самарской области призывают активнее делать прививки от гриппа. В региональном управлении Роспотребнадзора подвели промежуточные итоги вакцинации населения. На данный момент медикам удалось привить всего 14,5% жителей, а планировалось 43%. Врачи призывают население и работодатели принять активное участие в сезонной вакцинации, поскольку она позволяет предотвратить заболевания, избежать смертельных исходов и серьезных осложнений. Напомним, за минувшую неделю медики региона зарегистрировали почти 10 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Половина из них в Самаре. Три школы закрыты на карантин. На московском шоссе запретят правые повороты. Запрещающие знаки уже появились на перекрестке с улицы Георгия Димитрова. В дальнейшем их установят на пересечении с улицы Зои Космодемьянской. Таким образом водителям придется съезжать с центральных полос на дублеры и уже оттуда сворачивать на прилегающие улицы. Кроме того, в ближайшее время большинство остановок общественного транспорта от проспекта Кирова до микрорайона крутые ключи перенесут на дублеры. Движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона будет закрыто с полуночи 30 сентября до 4 утра 2 октября. Это связано с тем, что на новой трамвайной линии к стадиону Самара-Арена сооружают стрелочные устройства. Изменения затронут маршруты трамваев 22, 24, 25. Кроме того, будет увеличено количество составов и сокращены интервалы движения маршрутов под номерами 5, 11, 12, 20. Его картины спасали человеческие жизни в буквальном смысле этого слова, заявляет автор. В музее Алабина открылась выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Натюрморты, лирические пейзажи, сюжеты в стиле символизма. Всего более сотни произведений. Как среди портретов мировых звезд и глав государства оказалось изображение вождя племени аборигенов, расскажет Алина Чемерес. Одного из самых известных художников страны, Никаса Сафронова, посетители выставки встречают у входа в зал. После церемонии открытия экскурсия от автора. На стенах пейзажи, натюрморты, портреты знаменитостей. С некоторыми, рассказывает художник, знаком по долгу службы, с другими давно дружит. На выставке более сотни самых разных картин, в том числе выполненных в авторском стиле Dream Vision. Есть и неординарные сюжеты. Сегодня Никас Сафронов входит в десятку лучших художников мира. Некоторые его картины уходили с аукционов почти за миллион долларов. Работа художника сегодня находится в ведущих мировых музеях, а также в частных коллекциях российских и зарубежных звезд. Художник творит в самых разных стилях и жанрах. Говорит, это помогает всегда быть увлеченным самому и удивлять любого зрителя. Свои работы пишет не для себя, а для людей. Вспоминает, однажды в американских джунглях, где во время путешествия экстренно сел его самолет, искусство помогло спасти жизнь всей команде. Самолет начал барахлить, и нам пришлось приземлиться на территории вот этих диких племен. Это было племя канималов, которые, правда, говорили, что они уже не едят там никого лет 10. Но на самом деле, кто их знает. Ну вот, я написал вождя и графику, даже не очень удачную, я бы сказал, но ему так понравилось, что нас тут же освободили. В противном случае, мы могли бы быть просто уже съедены с овощами и фруктами местного. На выставку в Самару Ника Сафронов привез избранные работы. Все они из его мастерской. Экспозиция уже обрела поклонников на Украине, в Казахстане, в странах Европы и Азии. Есть на что посмотреть, о чем подумать, что представить, в принципе, стараться понять художника. Я считаю его одним из величайших художников нашей современности, потому что прикоснуться прекрасно всегда это очень хорошо прекрасно. Пришла получить новое вдохновение, люблю рисовать. Очень интересно, что сочетание цветов, четкость, естественность. Выставка Ника Сафронова пробудет в музее Алабина до 26 ноября. Также художник планирует провести мастер-классы и творческие вечера. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Можно ли продать дождь и кому это нужно? Ответ на этот вопрос знает Пермский театр юного зрителя. На Волгу театральную они привезли спектакль по бародвейской пьесе «Продавец дождя». В середине прошлого века пьеса была очень популярна и в Америке, и в России, но потом оказалась незаслуженно забыта. О ее возрождении расскажет Марианна Мирная. Ты красива, Лиза. А для меня, может быть, даже прекрасна. И когда я уеду, никогда не забывай об этом. Я постараюсь. Лиза. Лиза, я хочу, я... Я хочу жить вечно. Надеюсь, так и будет. Я хочу, чтобы весь мир был таким же потрясающим. Она шла, потом о ней забыли. И теперь, через 50 лет, снова вспомнили. Пермский театр юного зрителя привез на Волгу театральную бродвейскую пьесу «Продавец дождя». В 1954-м американский драматург Ричард Нэш затронул тему, которая актуальна всегда. И не прогадал. Из Америки история перекочевала и в Европу, и в Россию. Она затрагивает важную тему для нас, как для театра юного зрителя. Поскольку последние наши спектакли, мои в частности, они были посвящены теме семьи. Я вообще убежден, что когда в семье хорошо, это хорошо в своем городе, в стране и во всем мире. Самое главное, все начинается с семьи. Появление на ферме во время засухи очаровательному мошеннику меняет жизнь скромной семьи. Он обещает вызвать столь необходимый дождь за плату всего в 46 долларов. Исполнитель роли того самого продавца Александр Смирнов уверен, пьеса просто создана, чтобы быть популярной. На бродвей идут только очень хорошие пьесы. В этом смысле она сделана так, чтобы понравиться зрителю. Там есть все. Там есть драма, там есть юмор, там есть написанные для артистов хорошие роли, там есть динамика, там есть начало, развитие, финал. Там все есть. Главное не испортить, что называется. В общем, мы вот только этим и занимаемся. Актеры пермского тюза честно признаются, что победить на фестивале очень хочется. Амбиции и числа на театральном мире – дело привычное и хорошее. Да и как иначе, ведь работа выполнена качественно и с душой. Олеся Корецкая, Марианна Мирная, Артем Сулайманов, События. Проблемы экологии нужно решать всем миром. Чистота городов, лесов и рек зависит от того, как относятся к ним и промышленные гиганты, и каждый человек отдельно. Тема охраны окружающей среды стала одной из главных на семинаре «Экология общества СМИ», который организовала общественная палата. Особую роль в вопросе чистоты участники семинара отводят средства массовой информации. Важно донести до каждого жителя страны, к чему приводят разбросанные окурки и оставленные в лесу бутылки после пикника. Каждый, кто хочет видеть природу чистой, должен позаботиться об этом. А леса, поля и реки еще пригодятся будущим поколениям. Чем больше будет целевых передач, просто информации, вообще-то еженедельно надо давать блок этот вот как-то комплексно продумать, чтобы это звучало на телевидении. Как основном средстве, так сказать, массовой информации, которую смотрит наш заинтересованный зритель. Накануне Дня пожилого человека специалисты-геронтологи, представители властей и социальные работники обсудили, как самарцы относятся к такому явлению, как дома престарелых. Как часто стариков отправляют в дома престарелых, каков средний возраст жителей интернатов и какие в них условия проживания. Важные вопросы, ответив на которые, можно улучшить качество жизни пожилых людей. Ведь им необходим и качественный медицинский уход, и внимание, и социальная поддержка. Сегодня в Самарской области работают 22 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживают более 5000 человек. В нашем учреждении работает библиотека, порядка 8500 книг, организован большой актовый зал, организован читальный зал, работают несколько клубов, начиная от шахматного, заканчивая клубом, он даже не клуб у нас, а такое направление, дорога к храму. Не секрет, что для любого пожилого человека с годами он приходит к Богу. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Когда мечты жителей сбываются, на улице Осипенко строят новую лестницу и удобную парковку. Готовят новую смену дубов. Студенты, волонтеры и общественники в городском парке сегодня собрали желуди для рассады. Чемпионка Европы по дзюдо, участница Олимпийских игр, теперь сама будет воспитывать победителей. Анна Сараева открыла клуб дзюдо для детей. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин